Основы социологии. Внутренний предиктор СССР. Современная социология окончательно зашла в тупик. Ее базовые теории и постулаты не способны адекватно отражать реальность. Поэтому сильнейшие отечественные умы взялись не за критику существующей науки, а за создание новой. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» написал альтернативный курс социологии, дающий наиболее точное представление о жизни человеческого общества. Как социологическое невежество проявляется в нашей жизни? На какие категории делятся люди по типу психики? В чем состоит специфика жреческо-знахарской власти? Почему марксизм тоже часть библейского проекта? Есть ли для человечества альтернативной катастрофе светлое будущее? Основы социологии. Шесть томов жреческого знания. Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Меня просили прокомментировать ситуацию с массовой выдачей Венгрии своих паспортов на территории Украины в Закарпатье. Я подумал, что, может быть, стоит на эту проблему взглянуть издалека и вспомнить самую мудрость, которую еще Плутарх сформулировал, что каждый в этом мире в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру своего непонимания на того, кто понимает больше его. В марте 2016 года, если мне не изменяет память, в журнале «Коммерсант власть» вышла очень интересная статья. Называется она «Бизнес с размахом. Три документа, способные изменить мир». В ней приводятся интереснейшие факты утечки секретной информации через Викиликс о том, что в тайне от общественности по всему миру готовятся три глобальных по своим масштабам соглашения, по которым де юре и де факто государственный суверенитет заменяется на корпоративный суверенитет, то есть замена международного права суверенными национальными государствами на право частных транснациональных корпораций распоряжаться населением и его ресурсами. Вот что называется ни много и ни мало, но вот уже де юре и де факто политически в тайне от общества эти процессы набирают полный ход. Из этого вытекает, что этот процесс на юридическом, скажем так, закрытом от общественности уровне сопровождает и другой открытый процесс, который тоже на протяжении последних 20 лет достаточно активно в СМИ продвигается и можно условно его назвать так. Процесс полной дискредитации Института национального государства, я сейчас говорю про любое государство, в глазах общественности через демонстрацию его несостоятельности, неэффективности в управлении обществом. Как это можно создать? Ну, прежде всего, конечно, через управляемый хаос, через организацию террористических актов, локальных приграничных конфликтов, через экономические кризисы, политические кризисы. То есть необходимо общество ввергнуть вот в такое состояние, когда оно уже запросит порядка и жесткой руки. А в это время появятся организации, которые скажут, мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить этот порядок. Вот. Значит, третий тезис. Немножечко вот этот вот сценарий приостановился, не совсем сломался, а приостановился и забурсовал с приходом к власти Трампа в Соединенных Штатах Америки. Одно из этих трех соглашений он заблокировал по понятным причинам, потому что Трамп представляет команду изоляционистов, а его противники, соответственно, наоборот, сторонники именно вот атлантического проекта глобализации. В результате сейчас происходит такая очень интересная ситуация. Вот под условным названием вот автомобиль США несся на полной скорости вот по западному сценарию глобализации, и в это время команда Трампа начинает усиленно давить на газ в этом автомобиле. А противники Трампа, то самое глубинное американское государство, как говорят политологи, продолжает усиленно давить на газ, а Трамп давит на тормоз. И в результате, когда в автомобиле одни давят изо всей силы на газ, а вторые на тормоз, автомобиль идет в разнос, но, по крайней мере, траектория его движения точно перестает быть предсказуемой. Естественно, что Трамп хочет сохранить и реальный сектор экономики в Штатах, и величие Америки для него подразумевается и величие национального государства Соединенных Штатов Америки. Но поскольку на остальные национальные государства ему наплевать, то он, в меру своего понимания, как он считает, работает на сценарии сохранения Соединенных Штатов, сильного государства, а остальные конкуренты он разрушает. Но при этом, на самом деле, Трамп полностью накрывается вот этим глобальным сценарием по дискредитации Института национального государства. И здесь, вот если вернуться к началу темы, да, вот что такое массовая выдача, упрощенная выдача паспортов? В данном случае речь идет о территории Закарпатии или Прикарпатии Украины. Выдача паспортов в Венгрии, государства Евросоюза. Это фактически тихой сапой идет попытка аннексии территории Украины. То есть это серьезный конфликт на другой стороне украинского государства с целью продолжить его дискредитацию и разрушение. Почему долгое время вот критикует Путина, почему он не признает республики Донбасса, почему он не введет войска и почему он не предпримет решительных действий каких-то там? Да в том-то все и дело, что Путин, судя по всему, понимает этот глобальный сценарий и ищет хотя бы временных серьезных союзников, чтобы противостоять этому сценарию. Вот если брать Ближний Восток, Сирия, то таким союзником он сделал Эрдогана. Если брать Дальний Восток, таким союзником является Китай. И здесь ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Полный хаос выгоден только лишь, как я говорил, глобалистам атлантического сценария. Для них не существует такого уважительного отношения к национальному государству, как институту, который худо-бедно, но при любом раскладе лучше, чем кошмар гражданской войны, гарантирует какие-то права свободы граждан, хоть какой-то примитивный порядок. Сторонники глобализации атлантической, они как раз хотят, чтобы вот этот институт полностью себя дискредитировал, как я уже говорил, и перестал существовать. Поэтому на первый взгляд, вот если посмотреть на Санкт-Петербург и Прикарпатье, ну это как бы попытка Венгрии, как я уже сказал, тихой сапой осуществить некую аннексию и порешать свои вопросы. Вопросы, связанные с защитой национальной культуры, языка, близких по культуре и национальности людей, проживающих в сопредельном государстве. Но я не уверен, что начиная вот этот процесс и активные действия, Венгрия получит тот самый желаемый результат, который она планирует. Я не удивлюсь, если через некоторое время, не дай бог, вот этот очаг напряженности может переместиться на территорию Венгрии, потому что пока этот конфликт на Украине, он, к сожалению, в большей степени контролируется как раз вот этими глобалистами. И они умерло могут инфицировать любое государство этим конфликтом, которое туда вторгнется в открытую, я бы так сказал, дело технологий. А наше же дело пытаться решать задачи защиты его культурной автономии, его социально-экономическое развитие как раз такими способами и средствами, чтобы не вляпаться в этот вот чуждый сценарий, чтобы нас в нем не разводили, и чтобы мы не были исполнительными в этом чужом сценарии. Совершение мир сейчас настолько глобализирован глубоко, и в экономике, и в политике. Большинство национальных государств мира, да, он настолько переплетен, что просто так решить военным силовым путем ту и иную проблему нельзя. Вот возьмем со сбитым самолетом нашим, где погибло 15 наших военнослужащих. Вроде бы вот был уже сбит самолет, вроде бы сделаны были выводы, да. Почему? Потому что самолет надо прикрывать. Прикрывать от дружной системы ПВО с помощью истребителей-перехватчиков. А от системы ПВО, либо от дружественной системы ПВО, его прикрывает известная система «Свой-Чужой». Вопрос. В данном случае система «Свой-Чужой» не сработала. Это что? Человеческий, технический фактор. Ведь та трагедия кошмарная, которая произошла с нашими войсками, там невыгодно. Но, тем не менее, это случилось. Какие-то очаги там тоже замешаны очень серьезные. Не все подвластно субъектам, которые берутся военным путем решать какие-то проблемы. Поэтому я бы рекомендовал таким вот радикальным аналитикам политическим, которые спешат с выводами о том, что можно очень быстро и просто порешать какую-то проблему. Вспомнить, что мир, он состоит из множества взаимовложенных, взаимосвязанных процессов. Эти процессы, они не просто взаимовязаны, они одновременно и конкурируют, конкурируют и укладываются в две долгосрочные цивилизационные стратегии. Вот, как я уже говорил, Путин, Россия вместе с Китаем и другими союзниками, пусть даже временными, они стараются противостоять этому объемлющему сценарию, о котором я сказал в самом начале. И любое частное событие, которое происходит на том или ином театре военных действий, либо экономическом театре военных действий, идет гибридная война, которая включает и политику, и экономику, и вооруженные конфликты. Так вот, любое событие в этой гибридной войне, частное, необходимо рассматривать как матрешку, маленькую матрешку, которая вложена в другую матрешку, объемлющий процесс и так далее, и так далее, вплоть до вот этих двух конкурирующих процессов глобализации. Русская манонациональная цивилизация и атлантический проект глобализации, глобальный толпы элитаризма. Поэтому я бы хотел сказать, что когда люди пытаются быстро и просто порешать проблемы, выдав паспорта политически и культурно близкому населению, это совсем не факт, что они быстро, относительно бескромно, мирно и эффективно решили какую-то там проблему. Это может быть только первый шаг в чужом большом сценарии. Они свою проблему частную быстренько решат, а вот какое будет продолжение, и я не уверен, что оно будет такое же простое, быстрое и выгодное для Венгрии, как вот это видится на первый взгляд. И это один из ответов, почему, еще раз повторю, Россия не предпринимает каких-то таких решительных, необдуманных и быстрых шагов на юго-востоке Украины. Потому что, очевидно, кто-то знает больше, видит дальше, понимает глубже проблемы происходящих событий и отстраивается от этих опасных глобальных сценариев. Можно только пожелать холодной головы, хорошей интуиции и глубокого понимания происходящего всем людям, которые в нем задействованы. Но я верю в то, что русская многонациональная цивилизация докажет свою эффективность и в долгосрочной перспективе сможет все-таки реализовать собственный цивилизационный сценарий развития и заблокировать вот эти вот негативные сценарии и их сопутствующие эффекты. Спасибо. Достаточно общая теория управления. Внутренний предиктор СССР. В современном мире каждый человек сталкивается с гигантским потоком информации, невольно становясь объектом чьей-то пропаганды и навязанных стереотипов поведения. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» разработал теорию управления, которая учит правильно анализировать общественные процессы и распознавать уловки манипуляторов. Настольная книга огромного сообщества людей, именующих себя сторонниками концепции общественной безопасности. Уникальный, не имеющий аналогов инструмент формирования образно-логического мышления. Универсальная система управления жизненными обстоятельствами. Десятки переизданий со дня первой публикации. Постоянный рост интереса думающих читателей на протяжении 20 лет. Достаточно общая теория управления. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Узнай больше на Conceptual RF.